И ребят, всем привет! С вами Брис. Как у вас проходит лето? Надеюсь, получше, чем у меня, потому что у нас жара, ну, просто неимоверная. Мне пришлось выключить вентилятор для записи, чтобы он не шумел на фоне. Кошка лежит на полу и мне кажется, она вот-вот откинется от жары. Но тем не менее. Сегодняшняя у нас тема, знаете, какая? Я тоже не знаю. Ладно. Очевидный плюс блогера это то, что ты можешь абсолютно любой глупый комментарий, который когда-либо тебе написали, превратить в старитаем. Если вы слышали этот мур, значит, кошка запрыгнула ко мне. И знаете что? Конечно, очень много всяких додиков и странных людей, типа хейтеров или просто мимо крокодилов, которые не хотят абсолютно ни в чем разбираться и просто хотят написать комментарий, чтобы испортить тебе день. Не зная, что на самом деле тебе таким день уже не испортить. Когда ты видишь слишком много всякого говна вокруг себя, то это уже когда не задевает. Да? И как уже вы, наверное, поняли из названия, сегодня я буду рассказывать о том, как я нагло своровала чужого персонажа. Я его вообще в жизни в глаза не видела, но каким-то образом я умудрилась его украсть. И с этого момента, думаю, можно рассказать и поподробнее. Во-первых, я хочу сказать, что я как человек более-менее медийный, с очень даже популярным персонажем, я говорю про свою Бриз, я могу сказать, что я видела очень много похожих персонажей на нее. Задевает ли меня это? Очевидно, нет. Потому что я знаю, что кому-то она могла понравиться, и кто-то захотел себе что-то похожее, и сделал что-то похожее, но до тех пор, пока это не открытый плагиат, все окей. Я могу уже просто скинуть коллекцию чужих персонажей, которые типа не Бриз, но на самом деле, очевидно, взяты с нее. И я это говорю как человек, который знает, что эти люди были на меня подписаны. некоторые сами писали, спрашивали, какие детали можно брать, какие нет. И все в таком духе. То есть, это не моя шизофрения, это вот реально есть. И я знаю, что эти персонажи срисованы с нее. Я к тому, что если это не полностью мой персонаж с другой палитрой, или даже точно такой же, то все окей. Если это не точно такая же история, то все окей. И я знаю, что возможно есть где-то такой же персонаж, но человек вообще не знает меня. Я никогда не видел. Это тоже нормально. Невозможно придумать то, чего вообще не существует. То есть, уже все придумали за нас. Я не знаю, почему я это говорю. Это, блин, настолько очевидно, что даже глупо, что я это повторяю, наверное. Но, тем не менее. Я хочу просто сказать, что вы должны понимать, что такие совпадения реально бывают. А теперь к самой истории. Все это приключилось пару месяцев назад. С Мэй, которую я, в общем-то, тогда анонсировала, вкинула, в общем-то, референс в ВК, в Инст, ну, везде, куда я там постю, я туда и запостила. Написала про нее. И, чтобы вы понимали, Мэй задумывалась вместе с Софой изначально. Я уже про это рассказывала, я не буду сильно повторяться, просто скажу, что они были придуманы одновременно, просто нарисовала я их немножечко в разные периоды, потому что, ну, у меня не хватало вдохновения. И главная особенность Мэй была в том, что я отталкивалась от дизайна по Софе, пытаясь сделать полную противоположность внешности. То есть, если там Софа темненькая, у нее черные волосы, она серого цвета, у нее ушки висят вниз, то Мэй белая, вся, причем, с яркими такими-то акцентами, уши у нее стоят вверх. Если у Софы глаза, они такие более узкие, ползакрыты, то у Мэй они большие, открытые, дружелюбные, типа. Если у Софы длинные волосы, то у Мэй короткие. Я надеюсь, вы поняли, я делала все полностью противоположно. Я даже форму не сделала противоположного цвета, но это оправдывается тем, что они просто работают, скажем так, немножко в разных сферах. Но, тем не менее, я отталкивалась исключительно от нее. Софу я делала со своей знакомой, потому что я увидела одного персонажа в игре, и подумала, блин, мне нужен такой же. Нужен такой же, но другой. И, если вы не поняли, о ком речь, скорее всего, вы, очевидно, не поняли, это... Барабанная дробь. В общем-то, это скрипач Антонио из Identity V. Да, я почти все видео говорю про эту игру. Мне кажется, у меня уже зависимость. Но не суть. Очевидно, если поставить рядом этих персонажей, нихрена не похоже. Я просто хотела сделать что-то настолько длинноволосое. Потом я убрала эту фишку, потому что зачем мне еще один такой длинноволосый персонаж? У меня есть Брис. И я хотела, чтобы у нее было закрыто лицо, и был большой тос. На этом их сходства, в общем-то, закончились, потому что я так и не смогла сделать что-то похожее, но в любом случае, изначально идея Софы была списана с этого прекрасного мужчины, но они все равно не похожи. Но в любом случае, это ее батя, ментальная, будете теперь знакомы. И когда я, в общем-то, запостила Мэй, мне написал человек. У меня не сохранилось скриншотов, кроме одного. Вы можете поставить на паузу и прочитать его. Там почти ничего нет. Человек меня забанил. После большой дискуссии, если коротко, то он мне написал, что он где-то, когда-то, в каком-то году, видел в Твиттере похожего персонажа. Я ему написала вежливо, типа, ну, без проблем. Скиньте мне, пожалуйста, ссылку, скиньте мне картинку. Я посмотрю, насколько сильно они похожи. Чел пишет, это было так давно, я не помню, я не знаю, но я точно знаю, что вы украли. Ну да, персонажи антрофури белого цвета настолько же редкие. Да, вот никто никогда не делал такого. Я была первооткрывателем. Нет, стоп, нет, извините, я украла у первооткрывателя. Ладно, простите, я не могу, я очень сильно угораю с этой ситуацией, ну не ваш. Окей, он начал припираться, говорит, я не буду ничего искать. Я говорю, ну окей, зайдите в мой Твиттер. Люди, которые подписаны на Твиттер, знают, я вообще там редкий гость, я туда захожу, ну, я не знаю, когда мне Твиттер уведомления присылают. Типа, зайдите в мой Твиттер, прочекайте мои подписки, но вы ничего там, я не пользуюсь Твиттером, я ничего не видела, я ничего не знаю, но если это настолько похоже, я не хочу проблем, я, может быть, даже поменяю персонажа, типа, ну, в чем проблема? И он такой, типа, нет, вы украли, я ничего не буду вам искать, если вам надо, вы ищите сами. Я вот, знаете, что я вам скажу? Я вас просто забанил. Честно говоря, бан от человека, у которого есть 10 подписчиков, меня очень сильно расстроил, я плакала весь день, мне было очень грустно, да, но ладно. В любом случае, я не стала банить его в ответ, какое-то время я ждала, пока мне, возможно, кто-то скинет этого чудесного персонажа, я хочу посмотреть на него, узнать, но мне никто не написал, ни через день, ни через два, ни через неделю, я, в общем-то, просто закинула чела в ответ тоже в бану, потому что, ну, а что нет, зачем мне какой-то агрессивный человек у меня в подписчиках, зачем, зачем оно мне? И вот так вот, все комменты, естественно, я удалила, потому что это был срач, длинный, еще раз, не, одобряю срач, особенно у себя под артами, тем более, и что я хочу сказать, это очень странно, я нигде не говорила, что я создала супер-мега-оригинальную расу, мне писало несколько человек, которым понравились мои совы, и они хотели себе сделать что-то похожее, и я им говорила, ребят, я не хочу вписывать к себе в канон кого-то еще, поэтому, я вам абсолютно не мешаю сделать что-то такое же, но свое, вы абсолютно можете нарисовать что-то похожее, но с другими, какими-то отличительными признаками, их отличительный признак, то, что они такие единственные на белом свете, никто кроме их так не выглядит, и там есть другая раса, которую я тоже показывала, этот, который они произошли, и они тоже не супер-мега-оригинальные, почему? Потому что я и не хотела, чтобы они были такими, я хотела, чтобы они были более человеческие, но криповые, это все, что я хотела, и я их сделала такими, по факту, это просто более длинные люди, с другой формой ушей, и головы, там чуть-чуть тела, ну короче, я не стала ничего делать за оригинального, и я ей не говорю, что это я придумала, ну да, это я придумала, но, если такое есть в интернете, я не против, абсолютно, без проблем, я на 300% уверена, что такое есть, когда я создавала их расу, я искала на Пинтересте, криповые картинки, я гуглила слендермена, я гуглила крипи пасту, я искала всяких бабаек страшных, я просто сидела, искала хоррор картинки, честно говоря, все равно не получилось, конечно, в крипоту, но оно вот есть, в таком виде, и я к тому, что, ребят, я ничего не крала, очевидно, но, если вы разбрасываетесь, такими громкими обвинениями, то будьте готовы к тому, чтобы предоставить пруфы, а если пруфов у вас нет, то вы, ну, как говорится, просто слиты, мне этот бан, вообще никак, и людям, вообще тоже никак, и если бы я действительно у кого-то украла что-то, это был бы скандал, ну, может быть, не масштаба какого-то, но мне бы, как минимум, еще несколько человек написало, да, меня бы, может быть, даже слили, не дожидаясь моего ответа, но, как видите, абсолютно ничего не произошло, прошло уже несколько месяцев, и кроме этого, шизоида мне никто не писал, ну, был еще один коммент, где скинули Арт Мэй и Арт Шивы, которые рисовала Перпин, и сказали вообще, что это один персонаж, но это типа, это просто смешно, это скорее просто забавно, потому что то не было никаким обвинением, а, ну, что было, то было, в общем, ребят, не занимайтесь такой ерундой, если у вас нет пруфов, не надо ни на кого наезжать, а если есть пруфы, зачем вообще просто наезжать, если можно спокойно поговорить, я была готова пойти навстречу, потому что я не хотела, чтобы мой персонаж был на кого-то слишком сильно похож, но, как видите, он ни на кого оказался не похож, меня просто жестко обманули, И все такое Рассказывайте, были ли у вас такие же ситуации Я очень надеюсь, что нет Ну а всем желаю хорошего дня Спасибо всем за просмотр Подписывайтесь на все мои соцсети, которые есть в описании Всех люблю, всех целую И всем пока